Здравствуйте, приветствую себя на канале. И сегодня мы будем создавать модель перистальтического насоса на базе шагового двигателя NEMA-17. За идею материал и конструктив спасибо Сергею Дорошу. Снизу будет ссылка на его канал. Он спроектировал, собрал, распечатал это на 3D принтере, собрал все и продемонстрировал работоспособность данной конструкции. Также под видео будет ссылочка потом для скачивания модельки, с которой можно будет ознакомиться. Сейчас я открою другую картинку. Тоже взял ее у Сергея Дороша. Собственно, здесь будет принципиальная схема. Здесь фиолетовым обозначен сам двигатель шаговый. Ну и, собственно, два элемента корпуса будут. Желтый, красный крышка. Зеленым цветом обозначены две половинки ролика, которые будут прокатывать диаметр шланга силиконового 4 мм. И вот в этом месте, где шланг будет прижиматься подшипниками стандартными с указанными размерами, вот здесь нужно оставить размер 1,4 мм. Как раз эта толщина будет сжатого шланга. Как раз вот здесь он будет создавать такое давление и продавливать жидкость по данной трубке. Крепиться все это будет на винты М5. Здесь же тоже будет крепежки на винты, ну, непосредственно в корпус самого двигателя. Итак, перейдем во Fusion. Итак, имеется модель вот такого шагового двигателя M-17. И сейчас на его базе мы будем создавать модель перистальтического насоса. Двигатель у нас стандартное изделие, и у нас будут еще 4 подшипника, тоже стандартных изделия. Так, включу видимость. Так, посмотрим, да, все здесь, хорошо. И давайте начнем с корпуса. На этой поверхности я создам эскиз. Используя команду проекция project, так, мне нужна будет вот эта линия, привязки здесь. Вот так, нажимаем ОК. Так, далее, с привязками к этим точкам я создам вот такие элементы. Вертикально вверх. Так, закончу. И так же с помощью 3 можно вот эту табрику лишнее. Далее отсюда. Например, на дистанцию пусть будет 4 мм. Мы вот так все это зададим. И будет такая стенка у нас уходить сюда вверх. Теперь же давайте у нас пусть будет с вами толщина стенки здесь 3 мм. Нарисовать такие две линии. Итак, толщина стенки 3 мм. И как раз вот тот самый зазор в 1,4 мм, который нам будет необходимо оставить для самого шланга. Теперь же я создам с привязкой вот к этой линии. Здесь должен будет находиться край нашего подшипника. Я создам два таких прямоугольника. И вот такой вот, скажем, еще один прямоугольник, который будет являться шайбой. Найдут центральные линии. Так, все это нарисуем. И сейчас нанесу размеры. Собственно, здесь 4 мм. 4. Здесь должно быть 13 мм. И так еще должна быть линия. Получается, здесь у нас должно быть еще 2,5 мм от центра. Потому что общий размер, диаметр, а может быть 5 мм. Так. Вот эта линия больше не нужна. А вот здесь мы зададим 5 мм. Итак, перейдем в Solid. Выберем операцию Revolve. Выберем два вот этих тела. И зададим два вот таких вот тела. Нажму ОК. Так, верну видимость скетча. Это, скажем, схематично изображенные наши два подшипника. Также нам необходимо еще... Да, я забыл указать еще один размер. Edit Sketch. Здесь 1 мм. Также с помощью операции Revolve. Я создам еще вот такую модельку. Шайбы с диаметром 10 мм. Итак. Давайте теперь закончу редактировать. Так. Вот этот эскиз и дискетч. Ну, допустим, закончу где-нибудь вот здесь вот все это. И передал опять в Solid. Revolve. Выберем два вот этих элемента. И с помощью вращения вокруг оси Z задам. Так, только здесь нужно будет взять в меню баре сделать. Нажиму ОК. Хорошо. Теперь я здесь, на виде, там создам эскиз Create Sketch. И использую инструмент проекция. Выберу здесь все тело. С привязкой вот к этому контуру. Нажиму ОК. Так. Выберу еще раз проекцию. Выберу вот эти вот элементы. Эти окружности. Так. Finish Sketch. Extrude. Выберу вот эти вот элементы. Distance to Object. До поверхности. И пока что выберу NewBarry. И нажиму ОК. Так. Отключу наш эскиз. Пока рано. Нет. Отключу. Теперь. Да. Все-таки включу наш крайний эскиз. И. С помощью операции Extrude. Я выберу теперь вот эти контура. И сделаю экструдирование. Так. Включу наш крайний тело. Вот. До сюда. С операцией Cut. Нажиму ОК. Отключу эскиз. Верну. Вот это тело. И с помощью операции Combine я их сейчас объединю. Операции Tune. Нажим ОК. И так. Здесь у нас как раз расстояние 1,4 мм. Поэтому я опять так вернусь к нашему скетчу. Включу его видимость. Edit Sketch. Нажимаю здесь Slice. И что у нас получается. Так. Finish Sketch. Посмотрим. Да. Здесь есть расстояние. Так. Edit Sketch. Теперь мне необходимо. Так. С привязкой вот к этой оси создать крепеж для этих подшипников. Я использую просто инструмент прямоугольник. Но с привязкой. Так. Мне нужно создать. Чтобы было выше нашей шайбы. Я где-то вот на половинку этого размера. И с привязкой к центральной оси. Так. Она у меня пока что не отображается. Поэтому я меряю здесь цветочкой. Я с ней с привязкой сюда отображу эту линию. И отсюда до сюда создам еще один прямоугольник. Далее с помощью клавиши D нанесу размер. Пусть будет 6 миллиметров. Немножко все сместилось. Посмотрим. Далее с помощью опять-таки операции Revolve. Так. Контур тоже. Создам такой цилиндр. Только с помощью операции Neobody. Нажму ОК. Хорошо. Уберу видимость всех компонентов. Сейчас немножко будут мешать. Также я уберу видимость этого тела. Применю операцию Combine. Между двумя вот этими телами. Нажму Cut. Поставлю галочку Keep Tool. И нажму ОК. Отключу видимость наших тел. Вот такой вырез получился. С помощью операции Extrude я сделаю вырез в эту сторону. Так. Такой вот цилиндр остался. Но я использую для создания отверстия. Нажмем ОК. Так. Здесь будет находиться подшипник. Но поэтому нужно небольшой зазор создать. Применю операцию Press Pool. Давайте сделаю минус 1 мм. Нажмем ОК. Подключу Sketch. Здесь давайте задать нам с помощью клавиши F. Скругление. Пусть будет 1 мм. И нажму ОК. Так. Получается здесь у нас размер полтора. Стоп Sketch. Мы помним, что у нас будет вкручиваться резьба. Вот сюда. И такой же зеркальный элемент слева. Поэтому, наверное, нужно будет добавить еще хотя бы 2 мм. Так. Нажмем ОК. И давайте с помощью инструмента Mirror зеркально отобразим фейсы поверхности относительно этой плоскости. Нажмем ОК. Также нам необходим некоторый портик будет. Поэтому я отключу видимость нашего подшипника. И создам на этой поверхности эскиз. Создам 2 окружности. Так. Привязки не получилось. Так. Так. Ладно. Отображу это потом зеркально. Задам здесь размер в 8 мм. И с помощью операции Extrude выдавлю это все на 1 мм. И операция Join должна быть. Далее выберу наши 3 вот эти тела. И нам необходимо переместить их влево на 1 мм. Минус 1 мм. Нажмем ОК. Собственно. Теперь нам эту поверхность. Я ее также выдавлю на 1 мм. И нажму ОК. Так. Теперь зеркально все это отображу вниз. Нажмем ОК. Так. Наверное я выделил одну лишнюю поверхность. Верну видимость наших подцепников импровизированных. Теперь же нам необходимо создать здесь некоторый желоб на вот этой поверхности. Чтобы у нас собственно здесь находился шланг. Поэтому на этом виде я создаю эскиз. Так. Повернуть все это. Так. Мне нужны точки привязки. Поэтому я буду использовать инструмент проекции. Верну тело. Так. Спроекцирую все эти тела на всякий случай. И давайте посмотрим с привязкой от центра. И вот от этого бортика. Так. Посмотрим какой здесь размер. 3 7 74 Пусть будет здесь 5 4 Так. А если 4,5 То в принципе это весь этот размер будет. Ну в принципе нормально. Так. И вот этот размер тоже пусть будет 4 с половиной миллиметра. Далее. В солиде использую операцию револв и вокруг оси Z Z Я вот так все вот этот вырежу. Нажимаю ОК. Так. Лишнее попало под нож. Так. Отключу видимость наших подшипничков. с помощью операции револв. И вот так все это вырежу. Отключу видимость этих двух тел. Здесь должен быть наш ротор проходить. Так. Попробую поднять это все на 0,5 миллиметров тогда. И здесь тоже на 0,5 миллиметра. ОК. Теперь также применю операцию комбайн между двумя инструментами кат и ставлю keep tool отключу видимость цилиндрика нашего ротора двигателя и верну видимость этих подшипников. Также я с помощью операции межор зеркально отображу все это вниз. Так. А сколько здесь у меня получилось? 6 практически 7 то есть мне нужно поднять это практически на 3 миллиметра можно это поднять. Поэтому с помощью пресс-пула я это все перемещу на 3 миллиметра. в принципе здесь получается 3 93 9 миллиметра то есть практически 4 то есть толщина шланга и еще у меня полтора миллиметра сверху то есть здесь шланг должен уместиться вполне себя нормально. С помощью филета давайте видим скругление например 1 миллиметр нажимаем ok создам филета здесь будет 2 нажимаем ok создам еще одно зеркальное отображение направление и нажимаем ok вот так вот элемент получился так все это выдели посмотрим так взаимных пересечений нигде нету так это будет корпус подшипник так это шайба пусть будет ша 1 а это будет R 1 и R 2 так теперь посмотрим с нашим корпусом какая здесь получается у нас если здесь интерференция да есть и достаточно серьезная поэтому я создам секционный анализ разрез в этом месте окей выберу все эти элементы и давайте перемещу их вот сюда так измерю расстояние между этой поверхностью и вот этой 1 214 миллиметра давайте переместим это еще получается еще давайте на 1 1 минус 0.214 окей так посмотрим да 2 миллиметра так посмотрим теперь что получилось здесь у нас 4 4 402 так я предлагаю это выдавить на 1 миллиметр точка 402 теперь между этими поверхностями должно быть 3 миллиметра и 3 миллиметра у нас будет сама крышка толщиной так отключу значит видимость и просто применяю операцию экструд на дистанции 3 миллиметра вот в этом направлении только это будет операция не баде нажим окей так в принципе здесь можно применить операцию пресс пол например на 1 миллиметр пусть будет полтора миллиметра и нажим окей верну наш анализ и посмотрим вот вот здесь получается наш желоб вот такой канавки поэтому я предлагаю здесь все-таки сделать еще одну ступеньку приблизительно вот в этом же самом месте чтобы было получается здесь состояние между ними полмиллиметра поэтому я создам здесь точно такую же ступенечку поэтому я перейду сюда нажму create sketch distance to object вот до вот этой поверхности с операции joint нажму окей делу операцию кат на 0.5 миллиметров сюда так посмотрим что здесь у меня по размерностям создам здесь еще один скетч задам проекцию вот этой окружности нажму окей и в солиде с помощью joint вот так добавлю сюда так верну видимость элементов насоса и посмотрим еще раз есть ли здесь у нас какое-то взаимное пересечение вычисление вычисления взаимных пересечений здесь не имеется поэтому я отключу инструмент анализа отключу видимость данной крышки и здесь создам еще один эскиз create sketch и так создам здесь линию и вот так создам еще одну линию далее я создам взаимосвязь параллельность между этими двумя линиями и касательность вот к этой линии далее я применяю операцию совсет смещения на 4 с половиной миллиметра так минус четыре с половиной значит и инструменте солид вот к этим двум поверхностям значит их выдавлено минус шесть нажму ок и вот этот элемент я выдавлю еще на минус шесть нажим ок и посмотрим что получилось я оставлю только корпус и отключу видимость всех элементов вот такой вот корпус у нас мы получили так здесь какая-то ступенька наверное получается что вот сюда у нас будет входить наш шланг совершать вот такой оборот вокруг наших роликов и выходить в этом направлении так включу наш секционный анализ посмотрю что там да все в порядке здесь получается поэтому я отключаю также я верну видимость компонентов и давайте добавим еще крышку вот так вот модель вот так вот мы с вами получили здесь это все прикрепится на винты шланг заходит шланг выходит давайте создадим новый компонент имя компонента будет называться например pump как родительский мы выберем компонент верхнего уровня и нажмем ok и давайте так здесь поставлю точку активирую компонент верхний и просто вот так вот перетащу все компоненты нашего все тела нашего насоса в компонент под названием pump насос давайте посмотрим да но все это теперь у нас по отдельным компонентам итак мы с вами получили модель перистальтического насоса на базе шагового двигателя нем 18 ниже под видео я оставлю ссылку для скачивания модели данного насоса вы можете скачать распечатать может быть даже подредактировать уже готовое изделие то есть в работе вы можете посмотреть на канале Сергея Дороша под видео я тоже оставлю ссылку на его канал непосредственно видео этого насоса в работе всем спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пока пока пока